Жители урока за мир в своем селе. Драка мальчишек. Возможно, кем-то раздутый повод. Никаких столкновений со вчерашнего дня. Все задержанные отпущены. Таким не место во власти. Туйгуналы Абдраимов позор для всего правительства. С такими лозунгами сегодня журналисты осаждали здание Чуйской обл. администрации. Насколько опасными могут быть возвращенцы из зон боевых действий, где воюют террористические группировки. Кыргызстанцы из Сирии и Ирака просятся назад. Слабый пол и их жестокие методы. Десять девушек учинили драку посреди ночи в Аше. Для троих это закончилось ножевыми ранениями. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В эфире новости в студии Елена Кобзева. Ситуация в селе Урок находится под контролем правоохранителей. Безопасность обеспечивают сотрудники МВД, областного ГУВД и ОВД Соколукского района. Они патрулируют каждую улицу. По их данным, с вечера происшествий больше не случалось. Но сегодня там снова собираются люди. В местной мечети прошли переговоры представителей одной из конфликтующих сторон с местными властями-аксакалами. Накануне в селе Урок драка подростков привела к беспорядкам. Были разбиты окна почти 13 домов и сгорел сток сена. К месту столкновения стянули не только милиционеров, но и бойцов СОБР. На сегодня все задержанные, кроме тех, кто участвовал в драке, освобождены. Ночь прошла спокойно. Никаких эксцессов не произошло. Уже утром правоохранители отчитали, что держат ситуацию в Уроке под контролем. Ну а пока следствие определяет, кто и в какой мере виноват в произошедшем. А началось все с обычной потасовки подростков, что может произойти в любом населенном пункте страны. Так и здесь. Ребята 15-16 лет пошли на утренний айт-намаз. Оба соседи. Приходятся друг другу дальними родственниками. Один из них приехал в Урок к родным. К последнему и возникли вопросы у местных. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Мой сын Равиль ушел читать айт-намаз с Тимуром. Он гостил в соседнем доме. Я ничего не подозревала. Накрывала на стол. Обычно сын не задерживался, а тут его нет и нет. И потом у нас на улице появились милицейские машины. Сказали, что Тимура избили. Так ведь мой сын ушел с ним. Поэтому я и выбежала. Начала расспрашивать. Оказалось, что и моего сына избили. Сейчас он в больнице, в отделении нейрохирургии. Я только что оттуда. Что теперь будет с их здоровьем? У Тимура гематомы. Рана на голове. Когда все это произошло, я был дома. Прибежал братишка, рассказал все. Оказывается, моего сына избили. Вначале еле живого привели домой. Потом повезли его в больницу. Бредил. Был в шоковом состоянии. Как сообщили в Минздраве, у обоих пострадавших диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Необходимое лечение они получают. Находятся под наблюдением врачей. Подозреваемые в драйке 23-летние и 15-летние жители урока во двориной ВВС. Судебных санкций пока не вынесено. Проводится досудебное расследование. А по фактам хулиганства в селе были задержаны более 30 жителей. Среди них и депутат местного Кенеша, подозреваемый в организации этих массовых беспорядков. Калыч Буркоев. Всех доставили в Сокулукское СИЗО. Но уже вечером отпустили. Депутата отпустили тоже. Только уже сегодня и под домашний арест. В результате незаконных действий данных граждан пострадали 12 домов, то есть разбитые стекла 12 домов. И подожгли один сеновал получается. В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые мероприятия. Патрульно-постовая служба ведет службу в усиленном варианте. Все необходимые мероприятия проводятся. Такие столкновения в селе уже происходили. Но каждый раз все заканчивалось мирно, рассказывает Салима Алиева. Подумаешь, подрались совсем еще юные ребята. В селеурок. Она родилась, выросла. Но в этот раз, говорит женщина, как будто акцией кто-то руководил. Люди в масках, причем в красных, закидывали камнями дома. Разбивали стекла в припаркованных автомашинах. Там было, прошлогодний остаток был большой, и в этом году уже купили тысячу с лишним. Сколько в общем было? Где-то 200 с лишним они нам ущерб тысячам нанесли. На 200 тысяч с лишним. Как это так? Когда-то мы жили с киргизами, мы всегда вместе жили. Мы роднились, мы куском хлебом жили. Такого не было. Что за поколение сейчас? Почему не могут справиться? Бог. И мы все встали, тут хай-вай, я ребенку схватила, а тут на улице и милиции, и люди. Я как их увидела, что кто что делает, я калитку закрыла, и побежала, там другую калитку закрыла. Закрыла, и потом они толкают, вот отбьют камнями, все. И ворота как закрыли, мы убежали в сторону сарай, и больше я ничего не видела. В итоге, примерно 13 домов, не считая подожженный сеновал, пострадало от хулиганских действий правонарушителей. Кстати, мстители на другие противозаконные действия местных, как сообщают родственники пострадавших, они никого не призывали. Нам это не надо. Балан, здоровье. Самый главный раз. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков по статье «Хулиганство». Ну а сегодня, уже после обеда, в селеурок, состоялись переговоры с участием всех заинтересованных сторон. Все, давай, имя. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов продолжают с местными органами власти проводить патрулирование, разъяснительные беседы и обеспечивать общественный порядок и безопасность в селе и его окрестностях. Послу Турции вручили ноту. МИД призвал его проявлять сдержанность и уважение к национальному законодательству. Об этом говорится в информации дипломатического ведомства. Чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Кыргызстане Дженгиза Камиля Фырата сегодня вызвали для беседы из-за того, что накануне он также приехал в село Урок, где произошел конфликт между местными жителями. Отмечается, что во время проводимой правоохранительными и местными органами власти работы с населением по урегулированию стычки он также встретился с жителями. Посол появления объяснил тем, что ему позвонила сотрудница посольства, которая была в селе во время беспорядков, и попросила о помощи. Однако некоторые сочли его действия недопустимыми для дипломата, в результате чего МИД выписал ему предупреждение. Оскорбил и не сожалеет. Туйгуналы Абдраимов заявил, что не будет отвечать журналистке по ситуации в селе Урок. Только потому, что ее лицо на его сугубо личный вкус неприятное. Полномочный представитель правительства в Чуйской области, видимо, перепутал, где и с какой целью он находился. Будучи обязанным исполнять свои полномочия как губернатор, вместо предоставления информации он нагрубил девушки. Такое возмутительное поведение госслужащего общественность ему не простила. И сразу же после публикации видеороликов в сети потребовала отставки. Однако сам Абдраимов свое поведение считает вполне приемлемым. Об этом он заявил сегодня с журналистом, который более часа пришлось осаждать кабинет чиновника. Наш корреспондент Сабина Дамаскина была в числе тех, кто пытался выяснить, какие журналисты в его вкусе и с кем чиновник соизволил бы вести диалог. Кто первый? Почему? По какой причине? Ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за этого? Очень неприятное лицо ваше. Этот комментарий в адрес одной из представительниц СМИ накануне позволил себе отпустить полномочный представитель правительства в Чуйской области Тульгуналы Абдраимов. В ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался у ответственного за эту область чиновника, во сколько он прибыл на место происшествия в село Орок. Оскорбительный ответ полпреда в обществе вызвал резонанс. Подобное поведение сочли возмутительным и непозволительным для человека, занимающего государственный пост. А уже сегодня утром десятки журналистов прибыли в здание Чуйской областной администрации, чтобы получить разъяснение у Тульгуналы Абдраимова лично по поводу его бестактного выпада в адрес коллеги. Мы требуем незамедлительной его отставки. Мы требуем, чтобы он попросил прощения у коллеги журналистки. Мы требуем, чтобы он заплатил моральную компенсацию этой девушке. Потому что это же не просто на улице парень разговаривает с девушкой. Это высокопоставленный чиновник. Вообще он осознал, что он поступил так плохо? Или он не осознает? Через час стало понятно. Выходить на встречу к представителям четвертой ветви власти никто из администрации не намерен. Прождав определенное время под окнами администрации полномочного представителя Чуйской области Тульгуналы Абдраимова, представители прессы решили подняться к нему в кабинет. Вот, наконец-то. Кажется, кто-то выходит. А губернатор у себя? Нет? Нет. Так ответил руководитель аппарата областной администрации Малдакун Абдалдаев, стоявший около получаса по ту сторону двери, которую, завидев журналистов, захлопнули перед их носом. Открывать отказывались, аргументируя по-разному. То полпреда нет на месте, то на месте, но у него важное совещание, то просто к нему нельзя. А если и можно, то согласно протоколу. На месте и... А почему он не может проводиться? Он занят сейчас. Запишитесь. Я вам всех... За сколько времени нужно записываться на прием губернатора? У нас приемный день четверг. Приемный день четверг. В свете последних событий в администрации полпредства господина Абдраимова, видимо, не учли, что сегодня и есть четверг, тот самый день, в который губернатор обязан уделять время гражданам. Однако избирательный подход у Туйгунала Абдраимова, видимо, не только к внешности журналистов, но и к обязанностям четверг, судя по всему, четвергу рознь. Сегодня, насколько я знаю, общественный приемный день. Меня сказали в четверг. Я хочу зайти узнать, можно ли записать? По личному вопросу губернатора. Проблемы нет, когда он здесь сразу. Почему меня сейчас не пускают? Нет. Я сейчас сам не могу попасть. Сами видели. Сегодня ситуация иная получается. Спустя час журналистам все же удалось попасть в приемную руководителя администрации. Правда, прием этот был, мягко говоря, нерадушный. Камера, здравствуйте, байки. Камера, здравствуйте, байки. Здравствуйте, здравствуйте. Байки, мне лотос. В общей сложности через полтора часа ожидания сотрудникам администрации все же удалось уговорить своего руководителя выйти к прессе. Вниз по лестнице Тойгуналы Абдраимов спускался с присущей ему улыбкой. Выражение лица изменилось, как только госслужащий вошел в зал и увидел десятки журналистов в разнообразной внешности. И, наконец, полпредца изволил ответить на вопросы СМИ, что позволило ему личная бестактность и неподобающее воспитание, или же высокое положение с учетом его должности сказать такие слова журналисту, выполнявшему свою работу. Так вот, он заявил, что извиняться за поведение не собирается. По его словам, журналистка сама спровоцировала его на грубость несоответствующим тоном. Как она ко мне обратилась, так ей я ответил. Как она обратилась? Очень грубой форме. Очень грубой форме она спросила. Очень таким вызывающим, прокурорским тоном. Поэтому я ответил. Видимо, считая, что добавить больше нечего, полпред решительно встал из-за стола и устремился к выходу, игнорируя остальные вопросы собравшихся, журналисты намерены были последовать за ним далее. Однако служба охраны и прочие представители администрации поспешили прибегнуть к уже знакомым мерам и вновь заперли дверь. Убежденные повторно в беспардонности той гуналы Абдраимова журналисты стали громко скандировать ему вслед слово «позор». На поведение Абдраимова уже отреагировал глава Кабмина Мухаммед Калыя Балгазиев. По крайней мере, его пресс-служба процитировала, что премьер-министр сожалеет по поводу случившейся ситуации и признал, что подобное поведение той гуналы Абдраимова бросает тень на всю исполнительную ветвь власти. Жизнь граждан напрямую зависит от качества предоставляемых им услуг государством. Поэтому в ближайшем будущем необходимо сформировать единую, эффективную, достоверную и актуальную систему регистров. Об этом заявил сегодня президент Соран Байджинбеков на встрече с председателем ГРС Алмазом Мамбетовым. Так, по словам главы государства, доступность госуслуг для населения в областях следует улучшить через расширение сети информационных киосков. Ну а для искоренения такой проблемы, как коррупционные риски, надо минимизировать контакты сотрудников с людьми. Все это позволит повысить качество обслуживания, а для этого нужно построить эффективную регистрационно-учетную систему, базирующуюся на единстве ее информационных ресурсов с использованием современных цифровых технологий, заключил президент. В свою очередь Алмаз Мамбетолеев проинформировал главу государства о планах по строительству новых центров обслуживания населения, созданию центра оцифровки данных, о совершенствовании кадастровой системы и системы регистрации прав на недвижимое имущество, а еще о внедрении новых водительских удостоверений. Цена на них будет в два раза дешевле. При этом на момент внедрения новых водительских удостоверений будут введены временные водительские права для тех, кто впервые или вновь получает данный документ. Кыргызстан в этом месяце станет геополитическим центром региона. Сразу четыре крупных важных события состоятся уже в этом месяце. 13 и 14 июня состоится саммит ШОС. Однако кроме этого ожидаются два официальных визита. Это президента Монголии и премьер-министра Индии. А также государственный визит главы КНР Си Цзиньпини. Всего в рамках этих мероприятий планируется подписание порядка 100 документов о сотрудничестве в различных сферах. Сегодня ответственные чиновники рассказали подробности предстоящих переговоров. Июнь для государственных чиновников различного уровня будет по-настоящему жарким. Такого количества международных мероприятий за один месяц не было давно. Сразу три крупных визита, и это не считая саммита ШОС. Первым в нашу страну прилетит президент Монголии. Хатмалгин Батуга прибудет с официальным визитом 12 июня. В течение двух дней он встретится с Орумбаем Джеймбековым и спикером парламента. А также откроет в Кыргызстане посольство своей страны. Вслед за ним с государственным визитом в нашу страну посетит китайский лидер Си Цзиньпин. С ним также будут проведены важные переговоры. Состоится бизнес-форум и будут подписаны порядка 20 документов. На данный момент совместными усилиями продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистых сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская сторона также готова активизировать сотрудничество с китайской стороной в сфере прямых инвестиций в такие отрасли экономики Кыргызстана, как транспорт, туризм, агропромышленный сектор, развитие инфраструктуры. В целом Китай был и есть и будет нашим надежным партнером и близким соседом. В эти же дни, 13 и 14 июня, в Бишкеке пройдет саммит ШОС. Этому мероприятию предшествовали многочисленные встречи и переговоры. Уже состоялись заседания на уровне глав военных и дипломатических ведомств. Прошел медиафорум и другие крупные мероприятия. Итогом переговоров глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества также станут несколько десятков документов. Повестка дня включает в себя обсуждение таких вопросов, как по дальнейшему углублению и расширению взаимодействия в области политики, экономики, безопасности в рамках ШОС. Также обсуждение актуальных международных и региональных вопросов, ситуации в регионе ШОС, обмен мнениями и в целом о состоянии и перспективах развития Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита глав государств руководители, государств-членов рассмотрят ход реализации итогов Циндаусского саммита 2018 года и первоочередных задач дальнейшего развития ШОС. Завершится череда внешнеполитических событий месяца официальным визитом премьер-министра Индии. С Нарендром Моди Сорамбай Джеймбеков проведет двусторонние встречи, а также переговоры в расширенном формате. Отношения двух стран, как говорят дипломаты, сегодня и так довольно дружеские. Но визит должен вывести их на новый уровень. Также планируется провести Кыргызско-Индийский бизнес-форум и текстильную выставку. В ходе визита планируется принять совместную декларацию между Кыргызской республикой и Республикой Индии об установлении отношений стратегического партнерства. Кроме этого, также стороны сегодня готовят и планируют подписать порядка 20 документов. По итогам визита ожидается значительное укрепление кыргызско-индийской дружбы и сотрудничества. В рамках мероприятий состоятся не только политические, но и культурные события. Так, например, глава КНР привезет на гастроли в Кыргызстан труппу своего театра с оперой Манас по произведениям Джусупа Мамая. А в рамках саммита ШОС пройдут выставки и ряд других мероприятий. Игорь Потанин, Урмат Мамиталиев, НТС. Малышей нашли мертвыми в старом холодильнике. Трагический случай произошел в селе Михайловка на Иссыкуле три дня назад. Двое детей с шести и четырех лет, играя в прятки, решили спрятаться и залезли внутрь холодильника. Родители, потеряв их из виду, сразу же кинулись на поиски. Детей искали с 12 часов дня около 150 местных жителей, а обнаружили только в 5 часов вечера. Мальчики залезли в холодильник, но открыть его изнутри самостоятельно уже не смогли, из-за чего оба задохнулись. На тот момент, когда их нашли, они уже были мертвы. Размахивала ножом и бутылкой и в итоге ранила троих, заявив, что таким образом сама оборонялась. Случай произошел в ночь с 4 на 5 июня в Аше, в котором приняли участие 8 девушек. Как выяснилось, несколько из них собрались в кафе отмечать день рождения. Будучи уже в нетрезвом состоянии, одна из них по телефону поругалась с собеседницей и отправилась выяснять с ней отношения. С ней отправились и ее подруги. Когда они приехали на место к дому по улице Карасуйская, их уже ждала та самая телефонная знакомая. В ее руках был нож и бутылка. В итоге из приехавших трое получили ранения. Одна в грудь, вторая в бедро и третья в икроножную мышцу. В милиции она заявила, что была вынуждена так защищаться, потому что ее избивали. В 4 утра 5 июня в милицию поступило сообщение от жителей многоэтажки по улице Карасуйская о том, что у дома происходит драка. Женщины на ножах выясняют отношения. Милиция успела прибыть на место, когда дамы еще выясняли отношения. Но задержать их всех не удалось. Некоторые убежали. Всего их было 10 человек. Самая младшая Айдай 15 лет. Айдай – жительница Карасуйского района в городе Ош работает официанткой в кафе. С ножевым ранением ее госпитализировали в больницу. Мы даже не заметили, как у нее в руке оказался нож. А в другой руке бутылка была. Она набросилась бутылкой. А когда ей дали сдачу, она откуда-то достала нож и пырнула мою знакомую. Кто-то крикнул нож, и все начали убегать. Я подбежала помочь раненой. Но в этот момент она и меня ударила ножом. Я со всех сил бросилась убегать. Если бы не сбежала, она бы продолжала втыкать в меня нож. Спасли прохожие ребята. Вызвали скорую. Дальше я ничего не помню. Помимо Айдай попала в больницу ее знакомая, 1996 года рождения. Ее нападавшая ранила сильнее, чем Айдай. Задеты в сухожилии правой ноги. Рана глубокая, констатируют врачи. Пациентка в тяжелом состоянии. Обеим девушкам провели операцию. Пациентки поступили с ножевыми ранениями. По их словам, они подрались. У Айдай была колотая ножевая рана в верхней голени с повреждением подколенной вены. Мы провели операцию. Зашили вены. Операция была тяжелая, так как рана была серьезная и глубокая. Сейчас состояние девушки стабильное. В качестве подозреваемой задержана уроженка Жалобадской области 1999 года рождения. По ее словам, они поругались из-за того, что ее подруга не пришла на ранее запланированную встречу. Оказывается, они договорились в определенное время увидеться и переговорить в гостинице. Но одна из них не пришла. Словесная перепалка по этому поводу произошла по телефону. Позже они решили все-таки разобраться. Девушка 99-го года рождения вынесла из дома с собой бутылку и нож. Когда другие приехавшие к ней для разбиратель знакомые начали нападать и избивать, она стала защищаться и применила нож, которым ранила трех участниц драки. Этот случай следственные органы УВД города Ош зарегистрировали в едином реестре как факт хулиганства. Начато судебное разбирательство. Это уже четвертая поножовщина с участием женщин, зарегистрирована на территории города Ош с начала этого года. Напомним, ранее женщина ударила ножом грудь мужа. Другая напала на своего зятя. Третья из-за денег зарезала родную мать. Кульджан Алтмышпаева, Бейджан Токтосунов, НТС Ош. В то время как экс-судью Нарынского суда Джапара Эрматова и бывшего спецпрокурора Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи, в отношении бывшего генерального прокурора Аиды Соляновой, Первомайский районный суд избрал меру пресечения с заключения до 26 июня. Такое решение суд принял накануне. Аиду Солянову привлекли по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. В ходе расследования уже несколько бывших врачей и чиновников задержаны. Однако многих, в том числе имеющих прямое отношение к делу, отпустили. По некоторым данным, как раз Майрамбек Акматалиев дал показания, на основании которых и арестовали Аиду Солянову. Ее адвокат ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с заключением, в связи с наличием у нее двоих несовершеннолетних детей. Но суд не принял этого внимания. Изготавливали и продавали паспорта граждан Кыргызской республики. Таких бизнесменов выявили и арестовали сотрудники ГКНБ. По их данным, этим делом занималась целая преступная группировка. Задержать их удалось в аэропорту Манас при попытке вылететь в Стамбул. У одного из мужчин обнаружили поддельный паспорт на имя Кадирова Ислама 1990 года рождения. В то время как владелец документа с указанной Сирией проживает в Ожской области, и он на 13 лет младше. Как оказалось, в зале ожидания находился и организатор этой банды, при котором также был липовый паспорт на имя Насырова Пайзуло, 1987 года рождения. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности установили, что этот человек организовал устойчивый канал по изготовлению и сбыту поддельных кыргызских паспортов для иностранных граждан, которые в последующем отправлялись за рубеж. Не исключено, что документы могли использовать в целях переправки рекрутов Международной террористической организации в зону боевых действий. Из Сирии и Ирака вернут наших соотечественников и тех, кто уезжал туда намеренно, по собственным соображениям, и тех, кого заманили, сыграв на их религиозной неграмотности. А еще маленьких детей, которые ни дня не были на родине, родившись в зоне боевых действий. Сейчас многие из них просятся назад, ждут встречи с ними и их родственники. По примеру соседних стран, и наше правительство занялось этим вопросом. Недавно в Министерстве иностранных дел сообщили, что создана специальная рабочая группа. По дипломатическим каналам идет работа по идентификации наших граждан. Личности тех, что в Ираке почти установлены. Та же самая работа проводится и в отношении тех, кто находится в Сирии. Соседние страны уже вернули несколько сотен своих граждан из Ирака и Сирии. В Казахстане часть возвращенцев отбывает наказание за свои деяния. Другие находятся в адаптационных центрах. Работает в этом направлении наше правительство, только подробности пока не сообщает. МИД ограничивается лишь официальным пресс-релизом. Говорят, что личности тех, кто находится в Ираке, уже установлены, только пока не сообщается, когда они пересекут границу. Эта женщина попросила не показывать ее лицо. Несколько лет ждет встречи с дочерью и внуками, которые сейчас находятся в Сирии в одном из лагерей. Общается, рассказывает женщина по телефону каждый день. И дочь в каждом разговоре просит побыстрее забрать ее и детей на родину. Моя дочь познакомилась с гражданином Казахстана. Общались некоторое время. Когда ей было 18, поженились. Спустя полтора-два года уехала в Россию на заработки. А потом муж уговорил ее поехать в Турцию. Она смогла пересечь границу, а моему зятю запретили. За связь с террористами его арестовали и этапировали в Казахстан, где он сидел 4 года. Дочь перепродали обманом в Сирию. Сразу же она позвонила и сообщила, что ее обманули. Несколько лет там скиталась, а там ее выдали замуж. По-другому ей там было не выжить. Есть двое детей. В январе они попали в лагерь. Самостоятельно выехать оттуда они не могут. По данным Госкомитета национальной безопасности, в Сирию выехали примерно 800 кыргызстанцев. Часть из них – женщины. Отметим, что по закону их теперь могут лишить гражданства. Основанием является их выезд в зону боевых действий, где они или принимают в них участие, либо проходят обучение для совершения террористического или экстремистского преступления. За такой поступок есть наказание и в Уголовном кодексе – лишение свободы от 2,5 до 6 лет. В 2018 году три таких обращения было. Они хотели вернуться в Кыргызстан и заявляли, что они являются гражданами Кыргызстанской республики. После этого были проведены соответствующие работы. И было выяснено, что все люди, которые были обозначены в заявлении, не оказались гражданами Кыргызстанской республики. Некоторые из этих людей подверглись неправильным религиозным убеждениям, говорит специалист по национальной и региональной безопасности Урусбек Молдалиев. Других обманули. И надо использовать эту ситуацию в свою пользу, считает он. Показать, к чему приводят экстремистские идеи. Но важно другое – спасая их, как бы не подвергнуть опасности других членов общества. Где они будут размещаться? Не все родственники захотят их принимать. Не все родители могут принимать их, могут отказаться от них. Тогда как быть? Поэтому надо, прежде чем их возвращать, надо с этим вопросом разобраться. И потом у нас и так не хватает жилья, жилищные проблемы. А государство-то вообще не в состоянии будет их где-нибудь в тюрьме сидеть с детьми. Вот эти все вопросы – это непростые вопросы. На Казахстан часть детей вернули, но нам с потенциалом Казахстана не заработать. Они какие-то условия создали. Сейчас этими вопросами занимается специально созданная рабочая группа. В нее входят специалисты ГКНБ, Госрегистра, МВД, МИДа. Говорят, что предусматривается организация реабилитационных центров для возвращенцев. Но сроки пока неизвестны. По данным председателя общественного объединения Элет Койгую Марипы Аллы Куловой, из Сирии и Ирака желают вернуться по меньшей мере четыре сотни наших граждан. Из них одна сотня женщин и 250 детей в возрасте от года до 13 лет. Вкладывайте деньги и приводите тех, кто тоже будет отдавать свои деньги. Ничто иное, как финансовая пирамида, выявленная в Нарынской области. Меры по пресечению ее деятельности и других ее организаторов уже принимает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. К ним обратились и с жалобой сами жители. И рассказали, что под предлогом легкого материального обогащения их убеждали вносить деньги в якобы прибыльный бизнес. На сегодня установили более 270 обманутых жителей. Нарынской области минимальная сумма денежных средств, необходимых для вступления в фирму, составляла более 7 тысяч сомов. А максимальная – около 2 миллионов сомов. Предварительный ущерб по оценке финполиции свыше 30 миллионов сомов. Прошедшие по республике ливни стали причиной сильного селя в Наокате. В ряде Айлок-Мэту грязевые потоки причинили ущерб инфраструктуре и частным владениям жителей. Среди них сельские управы Джаны Наокат, Караташ, Кулистан и Зулпуев. А также сам город Наокат. Вода в перемешку с глиной и землей заполняла подвалы, дворы, а также размывала дороги и улицы. А еще грязевые массы заполнили 15 метров канала Найман. На некоторых участках работали спецмашины МЧС, которые выкачивали воду. Кыргызстан предлагает упростить порядок регистрации мигрантов, находящихся в России. Об этом сегодня сообщили представители госслужбы миграции. По словам чиновников, после вступления Кыргызстана в ЕС, жизнь наших соотечественников, работающих в России, значительно облегчилась. Однако есть нормы, которые усложняют вопрос регистрации. Федеральные органы требуют от мигрантов регистрироваться по месту фактического проживания, но часто сделать это сложно, так как не все владельцы жилья сдают квартиры официально. В этой связи Кыргызстан намерен предложить использовать механизм оповещения о месте проживания уведомительного характера. Наша сторона, Кыргызская сторона, в частности, предлагает перейти на упрощенную процедуру уведомительного характера. То есть мы предлагаем, чтобы наш гражданин, приезжая в Российскую Федерацию, либо в другое государство, лишь только уведомил о своем пребывании, то есть место фактического проживания, по его информации, определилось место его фактического проживания. В настоящее же время порядок такой, что они требуют. То есть то место, где ты проживаешь фактически, если он будет зарегистрирован в другом месте, и его при проведении каких-то мероприятий обнаружат, что он находится в другом месте, он как бы попадает под страф и, получается, несет ответственность. И на этом наш выпуск завершен. Мы с вами прощаемся. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в следующем эфире.